Создание Национального совета общественного доверия казахстанцы называют уникальным событием. Все, кто вошел в состав новой комиссии народного контроля, фигуры значимы, имеющие достаточно опыт в различных сферах. Это и политики, и ученые, и известные общественные деятели, представители творческой интеллигенции, а также активисты молодежных организаций. И, как заявили в интервью нашему телеканалу независимые эксперты, каждому из них есть что предложить, чтобы изменить ситуацию, а не просто поднять наболевший вопрос или критиковать. Конкретные вопросы, с которыми выйдет Национальный совет общественного доверия, станут известны уже в ближайшее время, но уже сейчас эксперты высказывают предположения, какие именно темы ждут не только обсуждения, но и реальных действий. Это и анализ государственных программ, и мониторинг реальной жизни в регионах. Важна еще и обратная связь. Создаваемый институт не должен стать декоративной площадкой, считают люди, вошедшие в состав Национального совета. О его работе должен знать каждый казахстанец, знать и иметь возможность донести свое мнение. В частности, используя популярные медиаресурсы. Об этом же говорил Касымжумар Тукаев на недавнем заседании правительства. Между прочим, в соцсетях накопилось достаточно обращений и пожеланий рядовых казахстанцев. В частности, повышение роли женщин в решении социальных вопросов. В Казахстане очень активные женщины и в бизнес-среде, и в журналистском сообществе, и в рамках МПО. И второй момент. Я бы думала, что состав совета в перспективе нужно было бы расширять представителями с регионов. Не только брать представителей Нур-Султана, проживающих в столице или в Алматы, но и включать в состав совета, скажем, знаковых общественных деятелей из регионов, которые очень хорошо знают ситуацию на местах. Эксперты также говорят о необходимости жесткого общественного надзора за исполнением многих государственных программ, которые на местах лишь в отчетах чиновников выполняются на все сто. А на самом деле либо цифры завышаются, либо деньги расхищаются и проекты закрываются. Есть, кстати, предложение вообще заменить устаревшие подходы, механизмы, инструменты. Общество ждет кардинальных перемен. Я думаю, это будут определенные политические реформы, поиск экономических решений, определенных и социальных, и административно-правовых. Реформа полиции, как мы знаем, тоже стоит на повестках. В совете присутствуют очень авторитетные, профессиональные личности. И надо полагать, что выработка дискуссий, дискуссии все будут проходить на языке не эмоций, а аргументов, фактов серьезных, доводов. И, соответственно, будет очень глубокая проработка вопросов. Вместе с тем, эксперты прекрасно понимают, что Нацсовет общественного доверия – это новый формат, который только предстоит создавать. Так что все будет выстраиваться по мере поступления вопросов и предложений.